Одаренные дети Арктики посетили Ненецкую телерадиовещательную компанию и узнали о специфике работы журналистов региональных СМИ. Экскурсия стала одним из мероприятий, организованных для детей в рамках летнего лагеря. Как мы уже рассказывали в прошлых выпусках новостей, в течение трех недель учащиеся седьмых и восьмых классов изучали математику, филологию и физику под руководством преподавателей ведущих вузов Архангельска и Кирова. О том, как прошла встреча с журналистами, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. «Святослав Савенков посещает лагерь «Одаренные дети Арктики». Школьника увлекает физикой, в будущем он бы хотел стать инженером. На экскурсии по просторам Ненецкой телерадиовещательной компании Святослав серьезно задумался связать профессию с данной сферой. «Ну не знаю, самое интересное это вот как раз, вот именно студия, да». Если Святослава больше привлекла телевизионная студия, то Ольгу Смирнову очаровала работа радищика. Школьница еще только окончила шестой класс, но уже мечтает связать свою будущую профессию с работой радиоведущей. «Я мечтаю работать здесь и быть этим». «Радиоведущим?» «Да». Экскурсию для школьников организовали сотрудники Ненецкой ТРК, провели по просторам компании и показали работу каждого отдела изнутри. «И вот как вы сейчас ходили, что делали мы, это не все войдет. Журналист выберет самое главное, монтажер выберет самое главное и это пойдет только в эфир». Ребята побывали в роли телеведущих, попытались записать новости с суфлера, а также побеседовать со слушателями радио «Север-ФМ». «Всем привет, меня зовут Вадим и сегодня я вам прочитаю кое-что». Добавлю, лагерь «Одаренные дети Арктики» проходит в округе уже третий год. Наталья Кислякова, Ирина Негешина, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».